Уважаемые участники и гости нашего форума, рад приветствовать вас на онлайн-площадке Казанского федерального университета, одного из старейших университетов нашей страны. И прежде всего, я бы хотел поблагодарить нашего партнера и соорганизатора саммита, постоянный международный комитет лингвистов, который является сегодня ведущим мировым профессиональным сообществом, объединяющим лингвистов из 34 стран мира. Несколько месяцев назад комитет принял очень важное для нас решение о том, что в 2023 году Казанским федеральным университетом и институтом языкознания Российской академии наук на нашей базе впервые в России будет проведен очередной 21-й международный конгресс лингвистов. В нем примут участие более тысячи ученых из самых различных уголков мира. Предыдущие конгрессы, которые проходят раз в пять лет, принимали ведущие научные центры Рима, Копенгагена, Брусселя, Парижа, Лондона. Наш сегодняшний саммит, который мы назвали «Вызовы и тренды мировой лингвистики», является первым из подготовительных этапов к проведению Всемирного конгресса. В его организации совместно с Казанским университетом принимают участие, как я сказал ранее, постоянный международный комитет лингвистов, Институт языкознания и Институт лингвистических исследований Российской Академии Наук, Российское общество преподавателей русского языка и литературы, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Я хотел бы выразить личную благодарность их руководителям, битным ученым-лингвистом с мировым именем профессора Дэвида Бредди из Австралии, профессору члену Европейской Академии Андрею Александровичу Кибрику, члену-корреспонденту Российской Академии Наук Евгению Васильевичу Головко и, конечно же, советнику президента Российской Федерации по вопросам культуры, председателю совета по русскому языку при президенте Российской Федерации Владимиру Ильичу Тастому. Как я уже отметил, в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в мире саммит проводится в онлайн-формате. Конечно, мы многое теряем без непосредственного живого общения, но, с другой стороны, такой формат позволяет значительно расширить аудиторию участников. Тем не менее, мы надеемся, что последующие проводимые нами лингвистические саммиты состоятся уже в традиционной форме, и всем их участникам удастся непосредственно пообщаться между собой, а также ознакомиться с достопримечательностями столицы нашей республики и побывать в стенах Казанского университета, который в эти дни отмечает свою 216-ю годовщину с момента основания, и который уже 10 лет действует в статусе федерального университета. Сегодня наш университет представляет собой крупный научно-образовательный холдинг, где занято около 10 тысяч преподавателей и сотрудников, обучается порядка 50 тысяч студентов по 700 с лишним программам, причем среди них порядка 11 тысяч составляют иностранные граждане из 106 государств мира. Они имеют возможность обучаться по самым современным и востребованным направлениям подготовки, в том числе изучить 20 различных языков мира. В составе университета имеется собственная клиника со стационаром на 850 коек и 40-тысячным закрепленным контингентом населения. В нашей системе работают два лицея интернатного типа и общеобразовательная школа. Нами сформированы площадки для трансфера технологии по всем предметным областям. В данный момент мы создаем собственный технопарк площадью 20 тысяч квадратных метров, который, как мы надеемся, даст возможность нашим студентам и аспирантам попробовать себя на попроще инноваций и практического применения полученных знаний. В контексте повышения интернационализации за эти годы мы 18 раз увеличили контингент иностранных граждан. По абсолютным показателям динамики прироста у нас лучшие результаты страны. Поэтому сегодня мы по праву входим в группу университетов, участвующих в федеральной программе экспорта российского образования. Известен Казанский университет и своими многочисленными научными школами, где значимое место занимает Казанская лингвистическая школа, у истоков которой стоял выдающийся ученый-лингвист Иван Александрович Бадуэн-де-Куртыне, внесший неоценимый вклад в развитие мировой лингвистики и прославивший Казань и Казанский университет. Мы посвятили наш саммит 175-летию Бадуэн-де-Куртыне и 145-летию начала его работы в Казанском университете. Теоретические идеи представителей этой школы уже практически полтора века оказывают благотворное влияние на развитие языкознания. Он и его соратники, и последователи заложили прочный фундамент под исследование основных структурных элементов языка. В мировом языкознании Казанская лингвистическая школа признана как образец прогнозирования науки о языке. Именно ее представители первыми начали применять математические модели лингвистики. Предсказали внедрение в языковедческие исследования математического аппарата, что привело в итоге к активному развитию математической, а в последствии и компьютерной лингвистики в Казанском университете и за его пределами. Именно в Казани появилась одно из важнейших направлений лингвистики — экспериментальная фонетика, достижение которой сейчас используется в самых различных областях от коррекции патологии речи до создания инструментов для анализа и синтеза речи. Усилиями представителей Казанской лингвистической школы, в особенности Василия Алексеевича Богородицкого, в Казани была создана первая лаборатория экспериментальной фонетики и разработана совершенная для того времени технология экспериментального анализа звучащей речи. Заложенные учеными Казанской лингвистической школы научные традиции бережно сохраняются и поддерживаются современными поколениями лингвистов, успешно осуществляющих свою научную деятельность в рамках развития комплексных социогуманитарных исследований в университете и способствующих вхождению нашего университета в топ-250 лучших вузов мира рейтинга КУЭС в области лингвистики. Так Бадуэн де Куртене и его последователи начали исследования на стыке языкознания с другими науками, заложили основы целого ряда междисциплинарных направлений лингвистики, которые в настоящее время активно развиваются современным поколением казанских ученых, таких как нейролингвистика, психолингвистика, социолингвистика и другие. Наши ученые плодотворно развили эти идеи в рамках интегративного подхода к лингвистике. Все ведущие научные лингвистические лаборатории Казанского университета созданы в рамках междисциплинарных прорывных исследовательских проблематик в области клинической, квантитативной, цифровой лингвистики, что в конечном итоге определяет их высокую конкурентную способность. Так, лаборатория клиническая лингвистика ведет исследования в области когнитивных нарушений и расстройств сформированной речи, речевых расстройств и расстройств развития у детей, разработки инструментария для диагностики боли у взрослых и детей. Исследовательская работа осуществляется смешанным научным коллективом, в который наряду с лингвистами вовлечены врачи-неврологи, онкологи, акушеры-гинекологи, радиологи, реаниматологи и другие. Под руководством ведущего научного сотрудника профессора медицины Раде Германа Чиесина, старшего научного сотрудника-филолога Елены Анатольевны Горобец и с привлечением ведущих отечественных и зарубежных специалистов. Профессор МГУ Татьяны Ахутиной, Андрея Марини из Университета Удина, Заида Афави из Тель-Авивского университета и многих других. Причем результаты проводимых исследований не ограничиваются вкладом в развитие диагностики тех или иных заболеваний, но и напрямую затрагивают вопросы их терапии. Лаборатория «Квантативная лингвистика» ведет исследования в области квантативного анализа вариативности в русском языке, лексической динамики, создания математической модели лексических заимствований. Лаборатория функционирует под руководством крупного специалиста в области лингвистической типологии и математических методов исследования языкознаний Сарена Вихмана из Нидерландов и профессора нашего университета Валерия Дмитриевича Соловьева. Исследования ведутся совместно с научно-исследовательским вычислительным центром МГУ, университетами ОСЛА и Ливерпуля, Институтом русского языка Российской академии наук. Лаборатория «Интерлектуальные технологии управления текстами» под руководством профессора Марины Ивановны Солнышкиной работает над созданием методологии и инструментария автоматизированного лингвистического анализа, естественно, языковых текстов, в частности, системы автоматизированной оценки письменных работ наших студентов, автоматического анализатора русских текстов и многое другое. Результаты данных исследований будут способствовать индивидуализации и персонализации образовательного процесса, востребованы в области бизнес-аналитики. Начаты совместные исследования с мировым лидером в данном направлении лаборатории Университета штата Аризоны под руководством профессора Даниэля Макнамары, разрабатывающей инструменты автоматического анализа текстов, а также программы автоматического обучения письму. В качестве ведущего российского партнера выступает Институт проблем передачи информации РАН. Современная лингвистика входит на совершенно новый уровень цифровизации. Этот вызов брошен самой жизнью в условиях пандемии, и он определил один из основных трендов на ближайшие годы — развитие цифровой лингвистики. Недаром именно ученые-лингвисты Казанского университета с участием наших зарубежных коллег представляли на прошедшем конце октября мировом онлайн-форуме Times High Education по цифровой трансформации такое важнейшее направление современной науки и практики, как цифровая гуманитаристика. Уважаемые участники саммита, Я искренне надеюсь, что сегодняшнее мероприятие позволит всем нам более четко и глубоко осознать вызовы и тренды современной лингвистики. Уверен, что на разнообразных дискуссионных площадках нам удастся не только ознакомиться с лучшими мировыми научными достижениями в данной области, но и создать условия для формирования новых совместных проектов. Желаю всем плодотворной работы, новых научных открытий, самое главное – крепкого здоровья, счастья и благополучия. Спасибо вам за внимание.